Фигура Путина довольно сильно разделила наше общество. Есть люди, которые его нежно любят, и есть, которые его люто ненавидят. Но даже те, которые не очень любят, они, в общем, признают тот факт, что Путин – это государственный деятель. Сегодня. Может быть, когда он начинал свою карьеру, он и не был государственным деятелем, он был скорее менеджером. Но сегодня он этим государственным деятелем является. Ну, собственно говоря, если бы он не был таковым, он бы не пошел на третий срок. Так вот, у любого государственного деятеля всегда есть некоторая государственная идея. Если мы посмотрим на Путина, то мне кажется, вот тут это чисто субъективное мнение. Оно состоит в том, что государственная идея Путина формулируется словом «конвергенция». Конвергенция – это идея, которая в нашей стране стала популярна во времена Андропова. А я напомню, что Путин свое мироощущение формировал именно в КГБ СССР как раз в период рассвета деятельности Андропова. И в этом смысле вполне естественно, что он этой идеей проникся. Это идея объединения элит советских и западных. При том, что у каждой есть своя сфера влияния, но есть некоторая как бы общая элитная группа. А у Андропова не получилось, как мы знаем, но Путин, судя по всему, эту линию продолжил. И вот сегодня мы видим, что эта идея зашла в тупик. Вот это принципиальная проблема, с которой столкнулся Путин как человек и как государственный деятель. Вся деятельность западной элиты последних месяцев четко показала, что они не воспринимают ни лично Путина, ни российскую элиту как нечто самостоятельное. Что каждому представителю российской элиты объясняется, что он должен, если он что-то хочет, идти на запад и идти снизу, как все, и остановиться на среднем уровне. Вверх он подняться не может. А лично Путин постепенно становится фигурой нон-грата. И не потому, что он совершил что-то запредельно неправильное, скорее всего, а потому, что он, условно говоря, разъянул рот на то, что западная элита уже считала своим. То есть, иными словами, в их понимании, в западной, Россия это уже их территория. Они пишут правила и мысли о том, что здесь должна быть какая-то своя элита, у которой есть какие-то права, в принципе, не одобряется. Отмечу, что именно из-за этого, скорее всего, у Путина были жесткие проблемы с некоторыми людьми. Еще в 2000-е годы, например, с Каспаровым или с Ходорковским. Дело в том, что они получили статус западной элити, и их статус был выше, чем статус Путина в западной элите. И когда они здесь начинали что-то требовать, а Путин искренне удивлялся, они ему предъявляли в качестве аргумента то, что они-то уже там кто-то, а он никто. И как бы смеялись над идеями конвергенции. Сегодня мы видим, что эта идея не прошла. Неважно почему. Есть причины. Мое мнение, что она и не могла пройти, и в 70-е годы не могла. Но это, в конце концов, не принципиально. Сегодня мы видим уже результат. Не прошла. Что это означает? Это означает, что никакая борьба против санкций, против давления Запада в рамках западных правил не будет для России успешной. Мы хорошо видим, как Запад нагнул высоких российских чиновников. Мы видим Силуанова, мы видим Кудрина, мы видим правительственных чиновников, которые целенаправленно сегодня натравляют общество на Путина. Министр финансов Силуанов объясняет народу, что накопительная часть пенсии, брошена в Крым и назад не вернется. Кудрин объясняет, что народ из-за санкций, то есть лично из-за Путина, потеряет 20% своей зарплаты. Но правительство говорит, что оно будет повышать налоги и виноват в этом лично Путин. При этом правительство, часть доходной части бюджета кидает на Запад тем самым людям, которые нам объявляют санкции. Последнее вообще нонсенс. Еще раз повторю, Путину и концепции независимой российской элиты объявлена война. И сегодня единственный шанс России состоит в том, чтобы совместно, естественно, с евразийским экономическим сообществом, может быть, с Брикса, может быть, еще с кем-то, предъявить новые правила, новую повестку дня. Мы должны отказаться от Вашингтонского консенсуса. Мы должны отказаться от доллара. Мы должны отказаться от МВФ. Это не значит, что мы должны это сделать завтра. Но мы должны четко объявить план и медленно, но верно начать его реализовывать. И не нужно бояться, что Соединенные Штаты Америки закроют нам доллар. Они от этого пострадают сильнее, чем мы. Более того, как только мы этот план объявим, скорее всего, они придут договариваться. Они ничего не признают, кроме силы. У нас нет силы экономической, у нас нет силы военной, ну, относительно них. Но у нас есть силы концептуальные. И нам нужно предъявить сегодня концептуальную идею. Это можно сделать. И вот сегодня можно смело сказать, что если Путин этого не сделает, то он, как государственный деятель, не сможет продолжать свое существование. Ну, а мы понимаем, что с учетом отношений Запада, если он перестанет быть государственным деятелем, он либо умрет, либо окончит свою жизнь в тюрьме. Скажите, а могут ли быть у Путина в этом направлении какие-то союзники, ну, кроме Глазьева? У Путина много, на самом деле, союзников. Беда Соединенных Штатов Америки в том, что они сегодня те правила, которые сами установили, не в состоянии реализовать. У них нет на это ресурсов. Они сами начинают нарушать правила. И поэтому все ждут, что кто-то предъявит новые правила. Тот, кто это первым сделает, даже в отсутствии ресурсов, неминуемо станет лидером. И это даст дополнительные ресурсы на развитие. Мы можем сегодня это сделать. Но, более того, как только мы это сделаем, у нас появятся и экономические ресурсы, та же самая программа импортозамещения. Сегодня ее быть не может. Потому что не может в рамках Вашингтонского консенсуса и правил МВФ программа, освобождающая нас от зависимости от МВФ. Это невозможно. Мы это хорошо видим. Силуанов, Кудрин, Набиуллина и правительство демонстративно не выполняют поручения президента. Почему? Потому что они точно знают. Правила пишутся в Вашингтоне. И, соответственно, независимо от того, что Путин хочет, их благополучие определяется в Вашингтоне. Но как только правила будут изменены, у них остается одно из двух. Либо следовать новым правилам, либо ехать в Вашингтон. И кем они будут там? Мелкими клерками. Тот кризис, который сегодня в мире, это наш кризис 80-х годов. Просто немножко в другом исполнении, в немножко большем масштабе, но это тот же самый экономический механизм, тот же самый. Это кризис падения эффективности капитала. И выход из него, это снижение уровня разделения труда и распад мира на зоны. Проект Евразийского экономического сообщества, он работает только потому, что есть объективные экономические тенденции, которые толкают мир к разделению на зоны. Поэтому границы между зонами будут все равно. И вопрос только один, сможем ли мы сформировать свою зону, или мы станем периферией чьей-то другой зоны. Продолжение следует...